Продолжение следует... 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 Ну, а при этом, что такое ПНК? ПНК, вероятность, это значит так, это равно единице, если... Если... Если К равно, так ведь, да? К, это значит, будет соответствовать точке одной катой. Значит, давайте вот это вот АКТ, АКТ это единица на К. А, да, и ноль, и ноль при К не равном Н. АПКТ равняется единице, если К равно нулю, значит, вот это, соответственно, А нулевое. Вот, ну и ноль, если К не равно нулю. Ну, и вот смотрите, здесь нет сходимости вот этой. ПН0 равно нулю, тождественно, а П0 равно единице. Сходимости нет. Так что, вот вам контрпример. Поэтому вчера ничего и не получалось. Вот я совсем выпустил из головы, что на самом деле это верно, когда у нас точки изолированы. Например, представьте себе, что множество А – это натуральный ряд или множество целых чисел. Значит, вот у вас такие меры, сидящие на натуральном ряде. Вот тогда слабая сходимость эквивалентна сходимости значения мер на индивидуальных точках. Для этого будет верно. Значит, вот этот контрпример показывает, что в предыдущей редакции такой результат и не может быть получен. Ну, а теперь надо доказать, что вот в такой редакции это верно. Давайте докажем. Давайте докажем это. Ну, поскольку все точки равноправны, правда ведь, окаты. Ну, давайте возьмем первую точку А0 просто для простоты и будем с ней работать. Вот взяли точку А0. Ну, вот пусть тогда существует такой шар. Существует шар БА0Р, который содержит только эту точку из наших точек окатых. Такой, что для каждого К, не равного нулю, а КТ не принадлежит вот этому шару БА0Р. Вот я нарисую картинку. Вот А0, вот этот шар. Ну, вот тогда, значит, смотрите, что у нас получится. Ну, значит, можно уменьшить радиус, скажем, в два раза. Вот и рассмотреть замкнутый шар. Вот давайте рассмотрим БА0Р пополам замкнутый шар. Это будет замкнутое множество, так ведь? Вот пусть обозначим его через Ф. Тогда из условия того, что меры МЮН слабо сходятся, у нас получится следующее, что МЮН от Ф, верхний предел, не превосходит МЮ от Ф. Так ведь? Ну, а смотрите, в Ф всего одна точка. Значит, левая часть – это будет верхний предел ПНК… ПН0, прошу прощения. А справа будет стоять ПНОЛЬ. Это понятно, да? Вот. Ну, а теперь, смотрите, ну, а теперь давайте возьмем, рассмотрим в качестве множества Ж открытый шар БА0Р пополам. Тогда, опять-таки, из слабой сходимости получим, что нижний предел, МЮН на АДЖ больше либо равен МЮАДЖ. Ну, а что это такое? Поскольку там всего одна точка, это то же самое. То есть, получим, что нижний предел ПНК, ПН0 больше либо равен, а здесь будет П0. Ну, вот отсюда вытекает равенство. Так что, все. Вот. И здесь действительно используется изолированность. Тот факт, что мы можем, так сказать, выбрать и открытое множество, которое содержит одну, единственную точку, и замкнутое множество. Вот. Так. Ну, вот на этом у нас кончаются вот эти вот рассмотрения, связанные с исходимостью дискретных мер. Теперь вот о чем поговорим. Давайте рассмотрим совокупность всех вероятностных мер на заданном пространстве. Значит, как я уже вам говорил, наше пространство Омега – это, я предполагаю, что оно полное сепарабельное метрическое пространство. Метрическое пространство. Ну, и давайте обозначим через М совокупность всех вероятностных мер на сигмалгебре Борелевских множеств. Значит, мю – вероятность на B Омега. Это F у нас. Ну, это такое приятное множество, потому что выпуклые комбинации вероятностных мер будут снова вероятностными мерами. Так что это выпуклое множество в пространстве всех мер. Вот. Ну, вот там есть понятие слабой сходимости, значит, тем самым возникает топология слабой сходимости. Ну, вот оказывается, что это топология метризуема. То есть можно найти не одну метрику, такую, что сходимость в этой метрике будет эквивалентна слабой сходимости. Сейчас я предъявлю классическую метрику. Эта метрика называется метрика Леви Прохорова, которая хороша тем, что она не только метризует слабую сходимость, но с этой метрикой вот это вот пространство наших вероятностных мер становится полным сепарабельным метрическим пространством, что очень приятно. Значит, итак, определение. Определение. Значит, вот рассмотрим, давайте я буду обозначать эту потенциальную метрику буквой Пи. Значит, определим Пи от мю-ню. Значит, вот пусть мю и ню – это две вероятностные меры. Так, определим Пи от мю-ню следующим образом. Это инфимум всех тех эпсилен, для которых выполнилось следующее. Мю от f не превосходит ню от f эпсилен плюс эпсилен, запятая. А ню от f не превосходит мю от f эпсилен плюс эпсилен для любого замкнутого множества. Значит, вот определяем такую величину. Она корректно определена, правда ведь? Смотрите, поскольку значение мю и ню не превосходит единицы, то ясно, что эпсилен даже расстояние всегда не больше единицы. Это понятно. Ну, пока еще непонятно, расстояние ли это. Так вот, утверждается следующее, что вот эта самая Пи является метрикой. Это метрика. Она называется метрикой Леви Прохорова. Значит, Леви рассматривал ее для частного случая, когда мера напрямой, а Прохоров уже обобщил на метрические пространства. Вот, значит, вот можно сформулировать теперь так. Пи называется метрикой Леви. Первое утверждение – это то, что Пи – метрикой Леви Прохорова. И второе утверждение, что пространство М с метрикой Пи полно и сепарабельно. Сепарабельно. И третье. Третье. Мю-энная слабо сходится к мю, эквивалентно тому, что Пи-энная мю стремится к нулю. То есть слабая сходимость эквивалентна сходимости в этой метрике. Ну, вот я не буду полностью доказывать все это утверждение, но часть докажу, часть прокомментирую. Ну, давайте посмотрим, проверим, что Пи действительно метрика. Значит, что там нужно проверить? Нужно проверить, что Пи от мю и ню равняется нулю тогда и только тогда, когда меры мю и ню совпадают. Вот, изучить вот эту ситуацию. Ну, если меры совпадают, это понятно или нет? Что тогда минимум этих эпселинов будет равен нулю. Ясно же, правда? Инфимум. Так что при любом положительном эпселеону эти оба неравенства будут выполнены, которые стоят в определении. Так что если мю равно ню, то ноль будет. Теперь предположим, что ноль. Что это значит? Что инфимум этих эпселинов это ноль. Значит, для любого эпселина больше нуля, вот выполнены такие неравенства. Скажем, мю от f не превосходит ню от f эпселин. Это эпселин окрестности, естественно, плюс эпселин. И это верно для любого эпселин больше нуля. Так? Ну, давайте попробуем перейти к пределу в правой части. Устремим эпселин к нулю. Монотонно. Что у нас получится? Ну, этот довесок уйдет в ноль. Левая часть, она не зависит от эпселин. А что здесь будет? Это мы уже много раз делали. Когда у нас имеются замкнутые множества их эпселин окрестностей, и они начинают сжиматься, то значение меры по непрерывности будет сходиться к пересечению этих эпселин окрестностей. Правильно? А пересечение, поскольку f замкнуто, само f. Значит, правая часть сходится к ню от f. И в результате мы получим неравенство. Мю от f не превосходит ню от f. Для любого замкнутого множества. Для любого f. Ну, смотрите, вторая часть полностью симметрична, правда? Значит, получим противоположное неравенство. Получим противоположное неравенство. Значит, следовательно, можно будет получить равенство, что мю от f равняется ню от f для каждого f замкнутого. Ну, дальше что? Можно отсюда сделать вывод, что меры мю и ню совпадают? Что вы думаете на этот счет? Ну, замкнутые множества порождают... То, что они порождают сигма-алгебру, этого еще мало. А что важно? Какое свойство? Мер можно использовать. То, что для любого Борелевского множества и для любого ε мы можем найти замкнутое множество внутри этого Борелевского, такое, что мера разности будет меньше ε. Ну, вот, значит, дальше. Это, помните, это то, что называлось... Как называлось? Регулярность. Меры регулярны, поскольку наше пространство исходное полное сепарабельное метрическое пространство. Любая мера регулярна. Значит, по регулярности отсюда следует... Значит, мю и ню регулярны. Так что отсюда следует, что мю равно ню. Так что, значит, первое свойство тогда и только тогда, когда мю равно ню. Проверено. Второе свойство симметричность. Нужно проверять или ясно? Ну, просто по определению она симметрична. Так что ясно. Ну, вот неравенство треугольника. Неравенство треугольника. Ну, давайте. Пусть... Давайте возьмем три меры. Мю-1, мю-2 и мю-3. Ну, и пусть расстояние между мю-1 и мю-2 равно, скажем, r1, а расстояние между мю-2 и мю-3 равно r2. Что мне надо доказать? Я хочу доказать, что расстояние между мю-1 и мю-3 не превосходит суммы этих двух расстояний. Правильно ведь? Значит, надо доказать, что пи от мю-1 и мю-3 не превосходит r1 плюс r2. Это надо доказать. Ну, давайте рассмотрим вот это равенство. Значит, по определению, что это значит? Это означает, что для любого эпсилен... Ну, давайте, чтобы не путать с тем эпсилен, которое там, что для любого дельта больше нуля вот мю-1 от f да, и для любого f замкнутого выполняется такое неравенство. Мю-1 от f не превосходит мю-2 от f r2 плюс дельта. Роль эпсилен теперь уже играет r2 плюс дельта, потому что расстояние – это инфимум эпсиленов. Значит, вот это инфимум чисел такого вида. плюс r2 плюс... r1, прошу прощения. r1, значит, здесь r1, а здесь плюс дельта. Вот. Ну и второе неравенство симметричное. И мю-2 от f не превосходит. Ну, мне, может быть, даже... Ну, может быть, понадобится. Пока я не буду выписывать. Давайте сначала одностороннее проверим, потом... Вот. Теперь. Второе равенство дает мне следующее. Смотрите, что я сделаю. Здесь у нас открытое множество. Так ведь? Это вот такая открытая окрестность множества f. Значит, теперь давайте возьмем f1. Это будет... Пусть это будет замыкание f r1 плюс дельта замыкание. Или лучше напишем вот как. Что-то слишком длинная запись. Пусть это будет f меньше либо равно r1 плюс дельта. Чтобы было понятно, что это замкнутая окрестность множества f. Ну, тогда что мы получим? Ну, тогда что мы получим? Но теперь в качестве f я беру f1. Вот это множество. Это не превосходит мю 3 от f меньше либо равно r1 плюс дельта плюс r2 плюс дельта. r2 плюс r2 плюс дельта. Только вот тут лучше поставить вот так. Без плюса, а вот так поставить скобки. Что я беру открытую окрестность вот этого замкнутого множества. Вот так. Ну, и теперь смотрите. Значит, отсюда из этих двух неравенств получаем, что мю 1 от f не превосходит вот суммы. Ну, не суммы, но вот надо просто заменить вот это вот на то, что здесь. То есть получится мю 3 от f меньше либо равно r1 плюс дельта. Так. r2 плюс дельта. Вот так вот. Плюс r1 плюс дельта плюс r2 плюс дельта. Ну, почти все доказано. Потому что, смотрите. Ну, давайте возьмем какой-нибудь дельта 1. Пусть дельта 1 больше, чем дельта. Тогда вот эта замкнутая окрестность, она будет лежать в открытой окрестности, когда я здесь заменю r1 плюс дельта на r1 плюс дельта 1. Значит, тем самым все это не превосходит. Не превосходит. То есть мю 3 от f r1 плюс r2 плюс дельта плюс дельта 1 плюс r1 плюс r2 плюс дельта. Ну, два дельта. Можно написать дельта плюс дельта 1. И это верно для любых дельта и дельта 1, таких, что дельта меньше, чем дельта 1. Это неравенство. Ну, давайте возьмем инфимум соответствующий. Соответствующий инфимум тех дельта, при которых это будет верно, это будет как раз r1 плюс r2. Ну, не тех дельта, а тех роль эпсиленов будет выполнять вот эта вот величина. Вот она. Это как бы эпсилен. Инфимум тех эпсилен, при которых это верно, это r1 плюс r2. Значит, в первой половине будет... Ну, так со второй половиной все то же самое. Я уже не буду выписывать. Со вторым неравенство. Аналогично. Значит, в результате получим, что p1, расстояние между мю 1 и мю 3, не превосходит r1 плюс r2. Это как раз то, что нам нужно доказать. Так что действительно неравенство треугольника имеет место. Так что действительно это метрика. Действительно это метрика. Значит, это мы проверили. Так, теперь относительно дальнейших свойств. Дальнейших свойств. Что там у нас в списке? Значит, метрику выяснили. Насчет того, что наше пространство полное и сепарабельное. Но с сепарабельностью справиться легко. А с полнотой нелегко. Так что полноту я не буду доказывать, а сепарабельность мы проверим с вами. Значит, m сепарабельно, значит, m, p сепарабельно. Ну, для того, чтобы доказать, что сепарабельно, достаточно предъявить хотя бы одно счетное всюду плотное множество. Верно ведь? Ну, давайте подумаем, что нужно выбрать. Какие меры в счетном количестве будут плотны в нашем пространстве? Ну, надо взять дискретные меры, которые устроены так. Значит, вот давайте пусть s – это подмножество нашего омега, которое счетное и всюду плотно. Счетное, всюду плотное. И пусть s – это вот множество sk. Так. Значит, вот носители наших мер будут, носителями наших мер будут всевозможные конечные подмножества вот этого счетного множества. Значит, их будет не более, чем счетное множество. Значит, вот если мы выбрали носитель, то дальше, вот пусть это будут точки, скажем, там, s1, s2, ну, не знаю, sn, sm. Так. Дальше в каждую точку мы помещаем массу p и t, которая является рациональным числом. Значит, неотрицательное рациональное число в сумме, дающей сумму, должно равняться единице. Так, получится вероятностная мера. Согласны? Вот совокупность всех таких вероятностных мер, у которых носитель – это конечное подмножество s, а нагрузки – рациональные числа, так? Ну, как-нибудь обозначим. Ну, давайте как-нибудь обозначим m0, что ли. m0 – это совокупность μ, для которых μ имеет вид сумма pk, pk, а здесь δs, kt. Можно прямо так, можно считать, что, допуская значение 0, можно считать, что мы берем в качестве носителя мер и просто первые, там, сколько-то чисел, от единицы до n. Значит, s, kt принадлежит s, а pk, t принадлежит q, плюс. И сумма pk от единицы до n равна единице. Вот такие меры. Вот. Ну, понятно, что их не более чем счетное число, правда? Потому что носители не более чем счетное, но и поскольку в каждой точке может быть не более чем счетное число значений для вот этих нагрузок, то их конечное число в каждый такой момент, понятно, что это будет счетное множество. Значит, что нужно проверить? Что оно плотно в нашей метрике, да? Ну, лучше сказать так. Я сейчас воспользуюсь вот третьим. Доказательство третьего свойства никак, никаким образом не связано с сепарабельностью, поэтому там сепарабельность не используется, поэтому можно использовать это. Поэтому достаточно доказать, что любую конкретную меру, вероятностную, можно для нее подобрать последовательность вот таких мер из m с ноликом, которые к ней слабо сходятся. Ну, давайте посмотрим. Вот пусть μ какая-то произвольная мера, μ вероятность на f. как построить вот эти самые меры. Ну, я только опишу конструкцию, детали, может быть, даже и не нужно будет проверять, более-менее понятно будет. Значит, смотрите. Вот наше пространство. Это наше пространство ω. В нем счетное всюду плотное множество. А дальше будем делать следующим образом. Вот возьмем s1. Сейчас, секундочку, я подумаю, как это лучше сделать. Возьмем какой-нибудь ε больше нуля. Так. Хорошо. Возьмем, взяли ε, так? Больше нуля. И дальше давайте каждую точку s, вот возьмем шар с центром в точке s радиуса ε. Ну, почему нет? Тогда получится покрытие всего пространства, поскольку наше множество s всюду плотно. Вы не столько пишите, сколько слушайте, потому что тут важна идея реконструкции, а дальше детали. Но теперь эти шары перекрываются, поэтому дальше мы поступим следующим образом. Смотрите, а я хочу получить покрытие счетным числом кусочков, которые не перекрываются. Ну, значит, понятно как. Значит, пусть v катая – это вот тот шар, радиус ε, центр которого есть s катая. Значит, возьмем v первое, потом возьмем следующее множество. Ну, пусть это будет w1 равно v1. Потом возьмем w2, это будет v2 минус v1. И так далее. Понятно, да? Потом следующее, w3 – это будет v3 минус объединение предыдущих. v1 объединенное с v2. И так далее. Тем самым, в результате мы получим семейство множеств, которые будут дизъюнтные, и которые в объединении дадут нам тоже покрытие всего s. Это понятно? Всего ω. Вот. Хорошо. Вот получили вот эти самые… получили это разбиение. Дальше. Дальше. Давайте рассмотрим значение μ на w житом. Ну, и дальше найдем какое-нибудь… Возьмем в качестве… Значит, ясно, что сумма вот этих μ в в житах равна единице, потому что они дизъюнтные, и в объединении в в житах дают все пространство омега. Сумма по жит. Ну, так давайте подберем, чуть-чуть изменим вот эти значения, поставим p житые, так, чтобы сумма их равнялась единице, но чтобы они были бы рациональными. Ну, более-менее понятно, что это можно сделать. Вот. Зафиксируем их. Так? После этого в качестве… Ну, назовем это μ ε, возьмем меру, у которой носителем являются вот точки эскаты. Так? Ну, тут, конечно, еще нужна конечность, надо еще обрезать это. Хорошо, давайте подумаем, как это лучше сделать. Пожитые, а мы подбираем, как… Сейчас. Многими способами можно… Да, но сейчас я уточню. Сейчас я уточню, как это лучше сделать. Ну, 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 ну… Вот еще нужно… Вот здесь у нас разбиение, вообще говоря, счетное. А для того, чтобы построить меру, мы должны выбрать конечное подмножество. Правильно? Поэтому вот что мы сделаем. Мы выберем такое n большое, чтобы вот это вот было бы больше либо равно, ну, единица минус, там, скажем, какой-нибудь дельта. Может быть, даже там уже ε хватит. Так? Вот. После этого рассмотрим точки S1, Sn. Так? Возьмем дискретную меру с таким носителем, а нагрузки возьмем Pk, так, чтобы… Так, чтобы с одной стороны Pj, так, чтобы Pj отличалась не сильно от μWj, Pj, минус P, минус μWj было бы, ну, меньше чего, чтобы меньше либо равно, меньше… Ну, дельта на n, да? Можем как угодно выбрать. Вот тогда в сумме у нас меньше, чем… Вот так возьмем, чтобы запас был, чтобы… Вот. Затем, значит, вот у нас эти точки, значит, суммарная масса у нас может быть отличаться от единицы. Ну, так давайте где-нибудь возьмем какую-нибудь точку, отдельно добавим, и туда добавим недостающую массу, чтобы получилась вероятностная мера. Но важно, чтобы все Pj-ты вот были из Q+. Из Q+. Тогда получится вот эта мера μ ε, тем самым будет образована, и эта мера μ ε будет дискретная. Ну, а давайте теперь оценим интеграл Fdμ. Сейчас. Вот эта разность этих интегралов. Fdμ ε, и здесь dμ. Значит, еще раз повторяю. Значит, вот как мы выбрали точки S-ката, и понятно, да? Значит, это вот наши точки. Мы выбрали их такое количество, чтобы суммарная вот эта вот… вот эта сумма была бы больше, чем… больше либо равна единице минус δ. Это можно сделать, потому что полная сумма равна единице. Вот. Выбрали, зафиксировали вот эти точки. Теперь подбираем числа Pj, рациональные, неотрицательные. Такие, чтобы вот они были достаточно близки к вот этим самым μj. Тогда сумма Pj будет отличаться, будет больше либо равна, ну, чего там, уж по крайней мере, единица минус сколько там? Минус 2 δ, да? Минус 2 δ. И разность между этой суммой и суммой Pj не превзойдет дельта пополам даже. Вот. Так, теперь я хочу объяснить вам, что эта мера действительно будет близка к нашей мере. Ну, в какой форме? Ведь что мне нужно? Мне достаточно построить последовательность вот этих мер из m с ноликом, которая сходится в слабом смысле к μ. Ну, вот давайте посмотрим. Вот я взял эту меру. Вот. Дальше я буду ε менять. Я возьму последовательность ε, стремящуюся к нулю, и для каждого ε найду свою меру, и вот я хочу получить сходимость. Значит, вот я зафиксировал F равномерно непрерывную, равномерно непрерывную ограниченную. Так? И можно взять ее неотрицательную. Это вы знаете. Достаточно проверять на неотрицательных. И хочу оценить эту разность. Ну, что там получится? Ну, давайте напишем так. Давайте сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Разобьем эти интегралы в сумму интегралов по вот этим кусочкам, по W. Значит, вот у нас W1 и так далее, WN, и остаток то, что остается, потому что я же не все использовал, а только N штук. Значит, ну, остаток это дополнение. Давайте как-нибудь его обозначим. Ну, пусть будет W0. Понятно, да? Значит, тем самым, вот те интегралы, которые у нас вот тут, значит, это будет один интеграл, это будет сумма. По мере мюэпсилен, значит, давайте так напишем. Интегралы по WG, по G от нуля до N, F dμ и ε, минус интеграл по WG, F dμ. Это разность. Ну, что у нас происходит на WG? WG – это кусок шара, да, ведь с центром в точке SG. Значит, у нас вот этот интеграл – это просто что ж такое? Это будет, значит, мера мюэпсилена, это же дискретная мера. И вот в этом кусочке у нас всего один, единственный элемент носителя. Значит, это будет F от SG, умноженное на значение меры на SG. А значение меры – это мю от WG. Мю от WG. Это при всех G, отличных от нуля. При G равном 1 и так далее N. Ну, и один кусочек останется, мы его отдельно посмотрим. Ну, и давайте сравним вот это с вот таким интегралом по WG. Ведь функция F, раз она равномерна и непрерывна, так, то, смотрите, вот эта функция. Вот она, вот где-то здесь SG. SG, кстати, не обязана лежать внутри, это не так важно. Важно, что она лежит в шаре радиуса малого радиуса. Вот. SG. Значит, у нас колебание функции в шаре радиуса малого радиуса, это оценивается вот чем, омега F от эпсилен. Эпсилен – это радиус шара, колебание. Значит, все значения функции F отличаются от F от SG не больше, чем на вот такую величину. Значит, можно вот эту разность, это списать так. Значит, давайте вот эту разность, вот эту. Запишем вот так. Запишем, как интеграла WG. Раз здесь μ WG, это как раз будет то, что нужно. F от SG минус F от омега. А здесь будет μ D и омега. Ну и тогда, смотрите, давайте, если я здесь поставлю модуль, могу его внести, то вот это вот все не превосходит омега F от эпсилен. И значит, вот эта разность не превосходит омега F от эпсилен, умноженная на μ от WG. И стало быть, модуль вот этот вот, вот всей этой разности, он не превосходит суммы модулей разностей. А каждая такая вещь не превосходит вот этого, кроме первого слагаемого, отвечающего нулю. Значит, в результате мы получим здесь, не превосходит вот чего. Омега F от эпсилен, умноженная на сумму μ от WG по G от единицы до N. Так, плюс вот хвостик, который там будет, это значит будет что же? Это будет... Значит, давайте пусть F не превосходит какой-нибудь константы, скажем, C. Тогда хвостик будет здесь константа C вынесен. Просто каждый кусок я оценю отдельно. Здесь будет μ ε от W0, так, плюс μ от W0. Но по выбору, если посмотреть, то вот это все не превзойдет 2 дельта. Значит, здесь тем самым не превзойдет... Все в сумме не превзойдет константы C, умноженные на 2 дельта. Вот это достаточный член. А вот эта сумма не превосходит единицы, потому что это не превосходит μ от всего омега. Значит, в результате мы получим, что вот это самое наше... Давайте как-нибудь его обозначим. Дельта ε. Мы получим, что дельта ε не превосходит омега F от ε плюс 2 дельта, умноженное на C. Где C – абсолютная константа, зависящая от функции F. Функция F фиксирована. Ну, значит, если я возьму последовательность ε, стремящаяся к нулю, для каждого ε построю такую дискретную меру, из этой оценки получим сходимость. А, кстати, да, ну вот, получим сходимость, так что получаем, тем самым получаем сепарабельность. Вот сепарабельность мы установили. Полноту я не буду проверять. Так, пора делать перерыв. Как раз сейчас. Ну, давайте сделаем перерыв. После перерыва поговорим о эквивалентности сходимости. Так, перерыв. Так, значит, относительно эквивалентности слабой сходимости и сходимости в этой метрике. Так, в одну сторону это легко, а в другую сторону это менее легко. Значит, сейчас я попробую объяснить. Поехали. 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 Ну, давайте, значит, вот третий пункт. Давайте предположим, что πμnμ стремится к нулю. Ну, тогда что же, возьмем какое-нибудь дельта больше нуля, тогда найдется такое n с ноликом, такое, что для всякого n больше либо равно n с ноликом. Вот это расстояние πμnμ будет меньше, чем вот эта самая дельта. Так ведь? Это перевод, переформулировка факта сходимости. Ну, а что означает, что мы имеем такое неравенство? Это означает, значит, тогда для каждого замкнутого множества f, да, для любого f, вот μn от f не превосходит μ от f дельта плюс дельта. Так ведь? Ну, не совсем… А, ну да, смотрите, поскольку здесь я взял строгое неравенство, в определении инфимум, значит, что означает, что инфимум строго меньше дельта? Ну, вот означает вот это, в частности, для любого замкнутого множества f. Вот. Ну, так смотрите, что же отсюда вытекает. Ведь это верно для любого n, да? Значит, верхний предел μn от f не превосходит того же самого μ от f дельта плюс дельта. Теперь уже здесь я беру даже… Это верно для всех f сразу. Ну, мне достаточно для одного множества f. Ну, теперь, смотрите, после перехода к верхнему пределу левая часть от дельта не зависит. Вот. От дельта не зависит. И теперь что же, значит, я же ведь здесь могу дельта любое взять, малое. Значит, теперь я смотрю, что происходит при дельта, стремящемся к нулю. Значит, вот если дельта стремится к нулю, то это все сходится к μ от f, поскольку f замкнуто. Ну, и получаем как раз вот это второе свойство из теоремы 1, эквивалентное слабой сходимости. Тем самым, у n сходится к мил, слабо. Так что это очень просто. Вот. В обратную сторону дело более сложное. Почему? Потому что, конечно, для каждого индивидуального f все в порядке. Правда ведь? Смотрите. Значит, если мюн слабо сходится к мю, то мы знаем, что верхний предел мюн от f не превосходит мю от f. Ну, значит, для любого дельта, начиная с некоторого номера. Но это номер, с которого это все начнется, вообще говоря, зависит от f. А для того, чтобы оценить расстояние, нам нужно, чтобы этот номер был один для всех f сразу. Ну, так оказывается, верен вот такой факт. Я сейчас его сформулирую, доказывать не буду. Но объясню, предложу вам в качестве упражнения, из которого можно получить то, что нужно. А факт вот какой. Значит, факт вот какой. Предположим, что первое. Мюн слабо сходится к мю. Второе. Что вот есть семейство функций, которые равномерно ограничены. Значит, такое, что все функции f равномерно ограничены для всякого f и с φ. И равностепенно непрерывны. И все функции равностепенно непрерывны. Это означает, что супремум f принадлежит φ омега f от дельта. Вот такой супремум стремится к нулю при дельта, стремящемся к нулю. Так что они все равномерно непрерывны, но они еще и более того, они равностепенно непрерывны. Это понятно, да? Ну вот. Тогда утверждается следующее. Тогда вот интегралы f демюн сходятся к интегралам f демю. Ясно, что для каждой индивидуальной функции это так, просто из слабой сходимости. Такая сходимость это равномерно. А именно вот такая разность f демюн супремум по f из φ стремится к нулю при n, стремящемся к бесконечности. Такое вот усиление свойства сходимости интегралов. Вот это я вам предлагаю доказать в качестве упражнения. Вот. Это хорошее упражнение. Вот это вполне вам по силам. Я когда был студентом доказывал это. Так что. Вот. Ну вот. Так вот смотрите теперь. Как это использовать для того, чтобы отсюда получить вторую часть вот этого утверждения об эквивалентности сходимости? Значит, вот как. Посмотрите, если я беру замкнутое множество f, так? Помните, как мы строим вот эти аппроксимирующие функции, когда фиксируем ε? Так вот, семейство этих функций, если его рассматривать как семейство, запараметризованное замкнутыми множествами, оно будет равномерно ограничено единицей, так? И равностепенно и непрерывно. Модуль непрерывности там, по-моему, типа единицы на ε, что-нибудь в таком духе будет. Вот. Ну и тогда, используя вот этот результат, можно будет оценить расстояние из факта слабой исходимости, и все получится. Вот. Это понятно? Я имею в виду идея. Идея понятна. Значит, смотрите. Доказываете вот эту часть. Это делается не очень сложно. Вот. А вторая часть, ну, просто расписываете то, что здесь написано, через интегралы от индикаторов, а индикаторы оцениваете вот такими функциями, и дальше пользуетесь тем, что они равностепенно и непрерывны. И, значит, вот такой супремум для них, когда здесь вот эта роль f, это вот что такое. Это индикатор f большого. А f замкнутое множество. Вот семейство у вас функций. Ну, не индикатор, а вот эти вот функции. Я уж не помню, как я их обозначал. Это, значит, f с индексом f ε. Вот такое семейство функций, которые аппроксимируют индикаторы. Вот оно будет равностепенно и непрерывно, и там все получится. Так что вот, что касается эквивалентности. Ну, полноту я трогать не буду. Доказательства полноты можно найти, например, в книжке Биллингс «Лисходимость вероятностных мер». Это, вот обратите вообще внимание на эту книгу. Это очень хорошо написанная книга. «Лисходимость вероятностных мер». Там есть, по-моему, два издания, но, в общем, любое годится. И оба, по-моему, переведены, ну, первая уж точно переведена на русский язык. В принципе, если вы читаете по-английски, можно найти в сети, можно найти английскую версию. Вот. Хорошо. Значит, теперь у нас еще остается некоторое время. Так что вот о чем поговорим. Ну, вот на будущий год в курсе теории вероятностей так или иначе возникнет необходимость использовать слабую исходимость. И там будут приведены, это стандартная часть курса теории вероятностей, будут приведены критерии слабой исходимости вероятностных мер в пространствах РД, в количеномерных и в клиновых пространствах. Так что как работать, как доказывать слабую исходимость мер в РД – это вещь более-менее разработанная. Там есть разные варианты и все прочее. А я хочу поговорить вот о чем. А что будет, если пространство наше не конечномерное, а бесконечномерное? Дело в том, что вероятностные меры в бесконечномерных пространствах возникают естественным образом, когда речь заходит о случайных процессах. А то, что случайные процессы – это вещи очень интересные и вокруг нас сплошь и рядом, можно найти примеры этого, то понятно, что это важный вопрос. Значит, ну и прежде чем говорить о слабой исходимости вероятностных мер в бесконечномерных пространствах, хорошо бы понять, а вообще, как вообще определять меру в бесконечномерном случае. У нас есть общая конструкция – алгебра, на ней проверяем счетную аддитивность, потом продолжаем меру на сигма-алгебру. Правда ведь? Но это абстрактная схема. А вот конкретное пространство какое-нибудь. Ну, например, пространство непрерывных функций на отрезке 0,1. Вот пусть омега – вот такое пространство. Это прекрасное пространство Банахова, сепарабельное. Метрика, значит, D, F, G – это просто намерная норма. F минус G – бесконечность. Оно сепарабельно, так что все в порядке. Вот спрашивается, а как вообще задать меру? Мы хотим задать меру какую-нибудь на этом пространстве. Ну, вот у нас есть Боррелевская сигма-алгебра, правда ведь? Б, С, 0,1. Ну, это что-то такое невообразимое, правда? Ну, открытые шары еще более-менее можно себе представить, правда? А вот вообще какие-то измеримые множества в пространстве функций, ну, в общем, с ними не так легко работать. Ну, есть еще некоторый набор множеств, подмножеств, которые кажутся более просто устроенными. Это так называемые цилиндрические множества. Вот давайте сейчас я объясню, что это такое. Цилиндрические множества. Это множество вот какого вида. Значит, вот я их буду обозначать так. С, Т1, ТК от В. Где В – это Боррелевское множество, комерное. А Т1, ТК – это точки из отрезка 0,1. Т и Та принадлежит 0,1. Значит, по определению. Это множество. Это множество. Значит, ну, поскольку это функциональное пространство, то мне удобно точку Омега, букву Омега, заменять буквой F. Значит, элементы нашего пространства – это совокупность тех функций F, для которых вот такой вектор F от Т1 и так далее, F от ТК, попал в множество B. Значит, вот это точка комерного пространства. Здесь комерное множество. Вот такие множества называются цилиндрическими над координатами Т1, ТК. А B – это основание. С основанием B. Значит, вот это. Значит, это цилиндрическое множество. Над координатами Т и Т с основанием B. Ну, для того, чтобы хорошо, лучше представить себе смысл этого определения, давайте рассмотрим частный случай, когда множество B – это прямое произведение одномерных баррелевских множеств. Значит, вот если B – это есть А1, крест А2 и так далее, крест АК, то тогда что такое ЦТ1, ТК от B? Это просто совокупность тех F, для которых вот такой вектор, такая точка лежит в прямом произведении, но это ведь то же самое, что каждая отдельная координата лежит в соответствующем, в своем множестве АК, для которых вот F от Т1 попало в А1, F от Т2 лежит в А2, ну и так далее, F от ТК лежит в АК. Ну и геометрически это вот что означает. Смотрите, вот отрезок 0,1, вот у нас точки. Можно считать, что они, их конечное число, поэтому удобно считать, что они упорядочены, хотя это не обязательно, можно и переставлять их. Вот. Ну и давайте представим себе, что вот эти множества АК – это какие-то такие, ну как ворота. Ну вот, будем считать, что это какие-то интервалы. Вот. Тогда что же это за множество? Это множество тех функций, которые, вот график которых проходит через вот эти вот ворота. Вот так, и там как-то идет. Вот в точках ТК мы находимся внутри вот этих вот множеств. А в остальном совершенно произвольно. Ну при этом я рассматриваю непрерывные функции, значит непрерывность мы должны как-то учитывать. Естественно, только непрерывные рассматриваю. Вот. Определение понятно, да? Да, вот цилиндрические множества. Значит, давайте введем какие-нибудь обозначения. Значит, во-первых, давайте введем обозначение для совокупности всех цилиндрических множеств над одним и тем же семейством координат. Ну, давайте как-нибудь его обозначим. Ну, скажем, СТ1ТК. Вот такое С фигурное. Так. Тогда должно быть понятно, что вот эта совокупность цилиндрических множеств, она находится в таком вот... Значит, есть некоторый изоморфизм между этой совокупностью и сигма-алгеброй баррелевских множеств. И понятно, что... Ну, потому что все действия с множествами B, они автоматически перенесутся на действия с цилиндрическими множествами, если Т1ТК фиксированы. Так что это сигма-алгебра. Это сигма-алгебра. Это сигма-алгебра. Да. Кроме того, еще тоже должно быть понятно, что каждое цилиндрическое множество является баррелевским в С. Почему? Ну, давайте, ладно, не буду долго вас испытывать. Дело в том, что вот такое цилиндрическое множество, можно представить его как прообраз... Ну, давайте так напишем. Давайте рассмотрим вот такое отображение. ПИТ1ТК из С0.1 в РК. Устроено оно так. ПИТ1ТК от Ф. Это есть вот этот вектор. Ф от Т1 и так далее. Ф от ТК. Ну, вот это отображение... Это что? Оно линейное и непрерывно. Это понятно или нет? Это непрерывное отображение. Это непрерывное отображение. Ну, стало быть, прообразы баррелевских множеств баррелевские. Оно измеримо, раз оно непрерывно. Вот. Ну, так что такое прообраз ПИТ1ТК минус 1 от какого-то камерного баррелевского множества? Это множество тех Ф, для которых вот этот вектор лежит в В. То есть, это как раз и есть наше цилиндрическое множество. Это и есть СТ1ТК от В. Просто вот разное обозначение одного и того же. Но таким способом сразу видно, что действительно все цилиндрические множества – это баррелевские. Так что вот это самое СТ1ТК – это под сигма-алгебра вот этой сигма-алгебры основной, которая в нашем пространстве возникла естественным образом. Это понятно? Ну, хорошо. А теперь, если мы возьмем, рассмотрим совокупность всех цилиндрических множеств сразу, значит, это будет объединение вот этих сигма-алгебр по всевозможным Т1ТК. Да, и К еще будет меняться, оно тоже будет единица, два, три и так далее. Значит, это будет объединение сигма-алгебр, и вообще говоря, это не будет сигма-алгеброй. Но это будет алгеброй. Почему? Вот сейчас я объясню. Дело в том, что любые два цилиндрических множества, вообще любое цилиндрическое множество допускает, вообще говоря, возможны разные способы его записать. Вот то, что я вам в определении написал, это не единственный вариант. Сейчас я объясню. И благодаря этому любые два цилиндрических множества, а тем самым и любое конечное семейство цилиндрических множеств, можно будет рассматривать как цилиндрические множества над одними и теми же координатами, расширяя совокупность этих координат. Ну, смотрите, как это делается. Вот очевидно, что СТ1ТК от Б – это то же самое, что СТ1ТК, а дальше ТК плюс 1, я могу добавить любую точку, от Б крест Р. Почему это так? Ну, смотрите, что написано слева. Это совокупность тех Ф, для которых вектор ФТ1 и так далее, ФТК лежит в Б. Это вот левая часть. Правая часть – это совокупность тех Ф, для которых вектор ФТ1 и так далее, ФТК, запятая, ФТК плюс 1, лежит где? В множестве Б крест Р. Ну, так смотрите, это же на самом деле две записи одного и того же. Сказать, что вот у нас выполнено это соотношение, это то же самое, что просто сказать, что выполнено вот это. Потому что последняя координата лежит в Р, это просто произвольная, что ее можно стереть. Ну, и понятно, что я могу добавлять таким способом еще много-много всего. И понятно теперь, что если вы имеете СТ1, ТК, скажем там, С1, СМ, так, ну, лучше так написать, ТК от Б1 и С1, СМ от Б2, то, смотрите, мы можем недостающие координаты добавить сюда и сюда, и в результате получим что-нибудь в таком виде. Значит, пусть Р1 и так далее, Р, Л – это вот объединенный набор с учетом того, что те, которые встречаются и там, и там, мы учитываем один раз. Так, тогда это будет С, Р1, Р, Л. Ну, а здесь будет Б1, крест, соответствующее число. Раз нужно будет взять, а именно, Л минус К. Здесь будет Л минус К. Л минус К. Ну, а тут тоже будет С, Р1, Р, Л. Ну, а здесь будет Б2, крест, Р, ну, только уже Б2, М минус К. Вот. Значит, что отсюда вытекает? Отсюда вытекает вот что. Что на самом деле вот эти вот сигма-алгебры, вот эти сигма-алгебры, они вложены друг в друга, они расширяются. Вот, они расширяются. Ну, и их объединение, как я уже сказал, оно является алгеброй. Потому что, если я возьму любое конечное число цилиндрических множеств, вот таким способом я могу их переписать, как цилиндрические множества с одними и теми же основаниями, и тогда они окажутся уже элементами одной и той же сигма-алгебры, значит, их объединение, пересечение, и все будет тоже входить в эту сигма-алгебру. Значит, тем самым общая совокупность будет удовлетворять условиям алгебры. Будет алгеброй. Ну и, значит, смотрите, если рассматривать эти множества цилиндрические как простые, как такие, на которых мы, так сказать, что-то можем, скажем, меру как-то определить или, так сказать, что-то с ней сделать, то тогда возникает вторая сигма-алгебра. Вот давайте ее обозначим с Э. Это, значит, сигма-алгебра от объединения всех сигма-алгебр Т1ТК по всем вот этим мультииндексам. Ну и так как каждая сигма-алгебра вот эта вот ЦТ1ТК является частью нашей основной сигма-алгебры, то, очевидно, выполнено вот такое соотношение Ц0.1. Ну вот сейчас мы докажем, что на самом деле эти сигма-алгебры совпадают, что выполнено и второе включение, и тем самым окажется, что... Ну это вот только для случая пространства непрерывных функций. Для других пространств это не обязано быть верным. Ну вот для пространства Ц0.1 верно следующее. Значит, предложение ВЦ0.1 совпадает с сигма-алгеброй цилиндрических множеств. Значит, вообще эту сигма-алгебру называют сигма-алгеброй цилиндрических множеств. Просто. На самом деле она... Это сигма-алгебра, порожденная цилиндрическими множествами. Значит, смотрите. Вот это включение уже доказано. Надо доказывать вот это. Второе. Тогда будет равенство. Ну, поскольку Боррелевская сигма-алгебра порождаются открытыми или замкнутыми шарами, или теми, или другими, ну достаточно рассматривать шары одного типа. Поэтому если мы докажем, что, ну скажем, каждый замкнутый шар входит в сигма-алгебру цилиндрических множеств, то все будет доказано. Ну вот, давайте возьмем какой-нибудь замкнутый шар. Б, Ф, Б, Ф, напишем так, меньше либо равно Р. Значит, это замкнутый шар. Значит, это совокупность тех же, для которых норма разности Ф-Ж, бесконечность, меньше либо равна Р. Ну вот сейчас я напишу некое равенство, потом мы проверим его, из которого будет сразу следовать то, что нам нужно. Значит, вот это вот, это и есть пересечение вот таких множеств. по счетному множеству. Так, вот это вот, это и есть пересечение по счетному множеству. Так? Значит, каждое вот такое множество является, очевидно, цилиндрическим, верно ведь? Ну, здесь нужно так написать, это множество тех же, для которых вот это выполнено. Значит, что это за цилиндрическое множество? Это С над координатой С от какого множества? От множества Б с центром в точке Ф от С радиуса не больше Р. Это одномерное множество. Это одномерное множество. Вот это, что означает, что модуль этой разности не превосходит Р. Это означает, что Ж принадлежит вот такому шару, отрезку. Вот. Ну, а теперь давайте посмотрим, почему это верно. Значит, ну, понятно, что если функция Ж у нас удовлетворяет левому неравенству, то понятно, что для каждого С это выполнено. Так что вот такое включение, очевидно. С другой стороны, теперь смотрите, предположим, что выполнено вот это. Так как здесь у нас счетное всюду плотное множество, то из вот этого неравенства по непрерывности функции Ж будет верно то, что и для всех С, не только для вот таких, но вообще для всех точек из отрезка 0,1, вот такая разность тоже будет не превосходить ее. Ну, а это здесь и написано. Так что действительно имеет место такое равенство. Ну, и теперь смотрите, здесь счетное пересечение цилиндрических множеств, значит, это элемент цилиндрической сигма-алгебры. Значит, каждый замкнутый шар является пересечением счетного числа цилиндрических множеств, значит, входит в сигма-алгебру, значит, все баррелевские множества туда входят. Вот. Хорошо. Так. Ну, и, значит, отсюда вы вот смотрите. Значит, алгебра цилиндрических множеств порождает нашу баррелевскую сигма-алгебру. Значит, в этом пространстве мы можем строить, определять меру, например, так, задаем меру на вот этой алгебре на цилиндрических множествах, так, на всех, а потом по теореме о продолжении получаем меру на всем пространстве. И она будет как раз сидеть на баррелевских подможествах. Ну, вот, я немножечко конкретизирую это в следующий раз, а сейчас просто скажу следующее, что и на этом мы, наверное, закончим, что если у вас уже есть мера на сигма-алгебре баррелевских подможеств, то тогда, конечно, вы знаете ее значение на всех цилиндрических множествах, верно ведь? Ну, и тогда, значит, вот пусть мю это вероятность на сигма-алгебре B C01. Тогда смотрите, ее значение мю на C1 TK от B так, вот в соответствии с тем, что вот тут было написано, по-моему, я еще не стер это, а, нет, уже стер, уже стер. Значит, это я хочу сказать, что это то же самое, что это образ значения мю пи T1 TK минус 1 от B. Вот так. помните, я ввел обозначение пи T1 TK от F, это есть F T1 и так далее F TK. Такие отображения, такие проекции из нашего функционального пространства, из пространства неправильной функции на конечномерное подпространство. Ну, вот тогда вот, помните, это вот одно и то же. значение меры мю на этом множестве, это то же самое, то же самое, что значение образа меры мю под действием этого отображения на множестве B. Потому что это отображение переводит нашу меру в меру на Борелевских камерных подмножествах и вот такое соотношение. Ну, так вот, тем самым, если мера мю известна, то известны все вот такие меры. Ну, вот в дальнейшем я буду их, я буду использовать обозначение мю T1 просто сокращение вместо вот этого. По определению это образ меры мю под действием Пи Т1 ТК. Вот. Такое сокращение. Ну, так смотрите. Понятно, что если мера мю известна, то мы знаем всю совокупность вот этих мер мю Т1 ТК. Значит, эти меры называют конечномерными проекциями или конечномерными мерами, соответствующими мю. Вот. Вот. Для того, чтобы строить меру, когда мера неизвестна, используя цилиндрические множества, то идея состоит в том, чтобы поступить наоборот, задать совокупность вот этих конечномерных распределений, их называют, или конечномерных мер, так, а потом по ним доказывать, что существует мера уже во всем пространстве, для которых данное семейство является семейством конечномерных распределений. Вот такая вот идея. Но вот оказывается, для того, чтобы реализовать эту идею, нужно, чтобы выполнялись некоторые условия согласованности. Ну, вот в следующий раз, сейчас уже будем остановимся, в следующий раз я об этом расскажу, про условия согласованности, и мы докажем такую важную теорему Калмогорова о том, что всякое семейство согласованных конечномерных распределений порождается некоторой настоящей мерой. Ну, вот это будет в следующий раз. А в следующий раз это четверг, это будет последний раз, последняя лекция у нас. хорошее хорошее цвет, в следующий раз, в следующий раз. Продолжение следует...